Елена Николаевна, новый федеральный закон о социальном обслуживании граждан, который вступил в силу с 1 января этого года, в корне меняет порядок предоставления социальных услуг. Можно об этом более подробно? Да, действительно, с 1 января 2015 года в силу вступило новое законодательство о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации и в Свердловской области. Это законодательство вносит принципиально новые моменты и в порядок предоставления социальных услуг, и в систему социального обслуживания. В соответствии с изменениями теперь в систему социального обслуживания входят уполномоченные государственный областной исполнительный орган государственной власти Свердловской области, им у нас определено Министерство социальной политики в Свердловской области, и территориальные исполнительные органы государственной власти. То есть на нашей территории это управление социальной политикой. Также в систему входит учреждение социального обслуживания, которое находится в ведении Свердловской области. На нашей территории у нас действует два таких учреждения. Это наш комплексный центр социального обслуживания населения и центр социальной помощи семье и детям. И принципиально новый момент, что сейчас в систему социального обслуживания входят любые, то есть коммерческие, некоммерческие организации, то есть юридические лица различных организационно-правовых форм, те, которые предоставляют социальные услуги населению, и индивидуальные предприниматели, которые также будут предоставлять социальное обслуживание населению. Министерство социальной политики Свердловской области совместно с управлением будет вести реестр поставщиков социальных услуг, то есть это все те сведения об организациях и индивидуальных предпринимателях, которые предоставляют населению социальные услуги. Для того, чтобы попасть в этот реестр, поставщики социальных услуг должны обратиться с заявлением и сведениями о себе в управлении социальной политики. Дальше мы передаем сведения в министерство. Если сейчас вы зайдете на официальный сайт министерства социальной политики Свердловской области, то там уже есть реестр поставщиков социальных услуг. В настоящий момент в этом реестре, то есть по городу Полевскому, у нас только два учреждения, комплексный центр и центр социальной помощи семье и детям. Но те юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые хотят предоставлять социальные услуги населению, они могут обратиться к нам со своим предложением. Мы будем это рассматривать. И дальше у нас изменился порядок предоставления социального обслуживания гражданам. То есть теперь гражданин, которому необходимо социальное обслуживание, социальная помощь, либо другой гражданин в его интересах, либо какая-то организация, то есть частные лица, общественные организации в его интересах также могут обратиться. У нас зачастую ведь граждане не могут обратиться сами, то есть в силу своих каких-то обстоятельств за социальным обслуживанием. То есть все будут иметь право обратиться с информацией о том, что человеку необходимо социальное обслуживание, управление социальной политики, предоставить пакет документов, который утвержден законодательством, и управление в течение пяти рабочих дней рассматривать. Действительно человек нуждается в социальном обслуживании. Перечень обстоятельств, при которых человек признается нуждающимся в социальном обслуживании, у нас утвержден новым законодательством. Дальше, после того, как управление определило, что человек действительно нуждается, он об этом, этот гражданин, в обязательном порядке извещается в электронном, либо в письменном виде. А дальше уже управление составляет индивидуальную программу социального обслуживания. То есть это перечень всех тех услуг с указанием формы социального обслуживания, объемов социального обслуживания, периодичности. То есть перечень всех услуг, которые этому гражданину надо предоставить. Программа, она, конечно, не окончательная. То есть если будут необходимы другие какие-то социальные услуги, она может пересматриваться. Более того, один раз в три года она должна пересматриваться в обязательном порядке. То есть вот это тоже новое принципиальное отличие. Сейчас человек, либо кто-то в его интересах должны будут обратиться в управление. А уже после того, как у человека на руках есть вот эта вот индивидуальная программа социального обслуживания, то есть где указан весь перечень социальных услуг, он имеет право обратиться к любому поставщику социальных услуг. Это может быть наше учреждение государственное, которое на сегодняшний день предоставляет социальное обслуживание. Может быть индивидуальный предприниматель, может быть еще какое-то предприятие, организация, некоммерческая организация. Также могут предоставлять общественные организации. Единственное условие, что они должны состоять вот в этом реестре поставщиков социальных услуг. И дальше уже гражданину предоставляются все социальные услуги, которые ему необходимы. То есть теперь государство перекладывает социальную поддержку малообеспеченных граждан на предпринимателей, на более обеспеченных людей. Правильно? Ну, наверное, это не очень правильно так сказать. Скорее всего, государство пытается создать конкурентноспособность и наших учреждений, и создает конкуренцию на рынке предоставления социальных услуг. Все ведь это делается с целью повышения качества. То есть если сейчас у нас альтернативы никакой нет, человек, который нуждается в социальной помощи и социальном обслуживании, он идет только в государственные учреждения, то сейчас у человека будет выбор. И тем самым, то есть качество услуг будет повышаться. Каждый ведь захочет, чтобы пошли люди к нему именно за предоставлением этих услуг. И наши учреждения тоже, они вынуждены будут работать на более качественном уровне. А как будет происходить возмещение затрат коммерческим структурам, оказавшим социальную поддержку гражданам? Ну, по-прежнему граждане будут получать социальное обслуживание на условиях кто-то полной оплаты, кто-то частичной оплаты, кто-то бесплатно. А дальше вот те предприниматели, учреждения, которые предоставили социальные услуги, то есть они предоставляют социальные услуги, конечно, на основании договора о предоставлении социальных услуг. Подтверждается предоставление социальных услуг актом предоставления социальных услуг. а дальше уже ежемесячно после 10-го числа, то есть если они предоставили такие услуги на бесплатные условия либо за частичную оплату, они выходят в министерство, то есть с заявлением и подтверждением, что они предоставили такие-то услуги таким-то гражданам. И Министерство социальной политики Свердловской области будет компенсировать поставщикам социальных услуг вот эти вот заспраты в форме перечисления субсидий на их счета. То есть министерство, у него тоже определены сроки, по-моему, в течение пяти рабочих дней оно рассматривает вот эти вот заявления поставщиков социальных услуг, принимает решение в форме приказа, то есть либо об оплате, либо об отказе в оплате социальных услуг. И дальше в течение пяти рабочих дней перечисляет на счет поставщика социальных услуг компенсацию в виде субсидий за все те его затраты, что он понес в ходе предоставления этих услуг. В нашем городе на базе каких учреждений социальная поддержка остается государственной? Ну, у нас два таких учреждения. Комплексный центр социального обслуживания населения, значит, он располагается Божова-9, вы знаете. И второй наш центр – это центр социальной помощи семье и детям. Он у нас находится на Решетниково-25. То есть граждане по-прежнему могут обращаться в эти учреждения, они помогут им собрать и оформить необходимые документы и получить там услуги, то есть в соответствии с новым законодательством. И, конечно, у нас еще есть областная система социального обслуживания, то есть учреждения, которые предоставляют такие услуги, которые не предоставляют наши учреждения, которые работают в городе Полевском. Так же тоже мы можем направить в те учреждения, если человек в этом нуждается. Елена Николаевна, означает ли сегодняшние изменения в законе то, что государство пытается сэкономить на такой статье бюджета, как социальная поддержка? Ну, нет. Экономии, конечно, здесь не произойдет. То есть государство по-прежнему будет выплачивать компенсации либо вот в форме оплаты государственного задания учреждениям. Все услуги, которые предоставляются гражданам, которые нуждаются в социальной помощи, государство будет компенсировать. Кроме того, в соответствии с новым законодательством, то есть численность граждан, имеющих право на бесплатное социальное обслуживание, у нас увеличивается. Если раньше на предоставление социальных услуг бесплатно у нас имели граждане, те, у которых среднедушевой доход выше одной величины прожиточного минимума, вернее, ниже одной величины прожиточного минимума, то сейчас у нас будут иметь право на бесплатное обслуживание и тех граждан, у которых среднедушевой доход ниже полутора, полуторной величины среднедушевого минимума. Плюс утвержден перечень категорий граждан, которые имеют всегда право на бесплатные услуги. Раньше у нас такого не было, но вот с 1 января 2015 года у нас вступили в силу эти изменения. Сейчас право на бесплатное обслуживание будут иметь участники, инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы, вдовцы, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, войны с Японией, войны с Финляндией. Вот эти категории дополнительно. Те, которые раньше получали социальное обслуживание за плату. Елена Николаевна, спасибо за подробное разъяснение. До свидания.